Во кузнице, во кузнице, молодые кузнице, во кузнице, молодые кузнице. С русской народной песни начинается яркий сабантуй. Ежегодный татарский праздник, окончание весенних полевых работ отмечают в Средней Ерюзане. По традиции в этот день принято встречать гостей и угощать их национальными блюдами. Поем, пляшем, танцуем, спортивные разные игры играем. Очень будет весело. Сабантуй объединяет представителей различных народностей, проживающих в нашем регионе. Чуваши, мордва, русские, татары. Многие ждут этого события, чтобы встретиться и пообщаться. Татьяна Печенова из районного поселка Чаадаевка из года в год принимает участие в празднике и знакомит гостей с национальными костюмами. Вот этот вот наш русский костюм, он до такой степени богатый. Вот если возьмешь разные губернии, и он отличается. Когда у меня все куклы выставлены, а у меня их уже под 50 штук, вот, и спрашивают, а какой из них русский костюм? А они почти все русские. Единственное, там паневный вариант, сарафановый вариант. Гостями этого праздника стали и представители Альметьевского района Республики Татарстан. Ремесленники привезли не только много традиционных восточных сладостей, но и, например, обережные куклы. Ткань для них не режется, а рвется руками. Эти тела куклы без лица делаются специально. Из семи тканей тоже все символизируют, чтобы все было хорошо, добро, счастье. Очень рад, что на Пензенской земле сохранилось и поддерживается, и развиваются эти лучшие традиции, такие как яркий, красочный, неповторимый Сабантуй. Для многих жителей Пензенской области Сабантуй – это возможность осознать причастность к историческим корням, к своему роду, племени и в то же время почувствовать принадлежность к единой семье, многонациональной общности нашей страны. За личный вклад в развитие Городичинского района и Пензенской области на праздники отметили почетными грамотами активистов. Также губернатор сообщил, что с этого года межнациональный фестиваль «Мост дружбы» будет носить имя бывшего главы региона Василия Бочкарева.